Ребята, наступает вечер, люди возвращаются с работы, и мы с вами приходим снова в прекрасное место, где можно попробовать масало-досу. Но не простую масало-досу, ребята, а масало-досу с сыром. Мы уже в прошлый раз здесь с вами ели такую местную пиццу. Ну, в общем, мы сегодня будем есть масало-досу, не простую, как мы ели в магазине, в кафетерии с картошкой. Мы сегодня будем есть не просто с картошкой, а будем есть масало-досу с сыром. Ну, помните, что сыр в Индии не такой, как обычно у нас там сыр с французский, голландский. Здесь очень простой сыр напоминает моцареллу. Вот, он все время свежий, и очень многие туристы травятся вот именно паниром, потому что покупают его у людей, которые, в общем, вот там могут быть, долго держат панир. Потому что, ну, он такой, как моцарелла. Вот он сегодня сделали, и без холодильника его надо съесть сегодня. Вот, в общем, но я знаю этих ребят очень давно, и видите, прямо на моих глазах все это делается. И здесь, вы сами видели, сколько много людей. То есть здесь постоянно много людей. Вот, семья вот эта вот, у которой мы сегодня будем пробовать еду, она сама из юга, из Тамил-Наду. Где? Вот, они Тамилы. Вот, они приехали сюда несколько, уже, наверное, там, ну, я не знаю, сын говорит, несколько лет назад. Отец как-то сказал, что несколько десятков лет назад. Вот, но факт тот, что вот они вложили деньги, я так понимаю, вот в такой бизнес, вот, при изготовлении, в общем, такой еды. Потому что раньше мне сказали, буквально еще лет 10 назад, вот таких вот тележек, которые изготавливают вот именно такую еду, вот, не было. Видите, что они делают? Они делают вот такие вот пончики, несладкие, вот, которые, к ним дается вот такие два соуса. Потом делают такое на рису, на рису делают такие вот, как котлетки рисовые, которым тоже дается соус. И такая, в общем, разные масалы вкусные. Ну и, конечно, пицца, которую мы только с вами недавно пробовали. Вот, давайте, вот он, вот он, ребята, сыр. Вот он сыр, вот он сыр. Сейчас его, его сейчас смешивают с соусом. У меня уже, честно говоря, бегут слюни. Пошли поближе, посмотрим. Сыр смешивается с картошкой и с каким-то соусом, ребята. Вот, вообще все эти соусы, они являются таким секретом. Секрет соус. Подливка секретная, ребята. Это секрет этой вот семьи. Вот, ну, вообще, как вы заметили, чем они известны вот этого, тем, что они очень такая хрустячая вот эта вот, в общем. Ой, гляньте, что тут творится. Ой, 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 ой. Ребята, вообще, у меня слюни просто бегут. Вот. Вот, и, конечно же, вы видели, да, к этой штуке подаются еще два вида подливки. Тут самбар, даже три вида. Самбар, потом такой, в общем, суп чатный. Ага, чатный. А, 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 а? А, 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 а? А, 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 а? Ну, общем-то, как, типа аджики. Ой, гляньте, ребята, и сыр еще, и зелень. А, 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 а. Короче, у меня, я сейчас захлебнусь просто слюной. И помидорчики. А, 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 а. А, 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 а. Вот, вот эта вот семья известна тем, что у нее очень такой, видите, такая, блины, блины вот эти вот очень-очень такие прикольные. Они такие, я так думаю, что они из-за того, что они постоянно поливают их жиром, вот, и они такие просто хрустят. Сейчас мы попробуем, ребята, поверьте мне, это что-то с чем-то, это что-то с чем-то, это очень просто вкусно. Причем, видите, нам, нам забабацали два вида сыра, два вида сыра. Один сыр такой, вот, обычно еще потерли на терке какой-то твердый вид сыра. Я даже не знаю, что это за твердые виды сыра, потому что я никогда не встречал твердые виды сыра в Индии. Вот, ну, наверное, какой-то простой, наверное, бренд. Так, ну что, давайте уже, я уже просто истекаю. Вот, смотрите, вон он какой-то сыр. Что это за сыр, честно говоря, не знаю. Вот, видите, парень его, я думаю, что это наш такой обычный, Скорее всего, вот, обычный наш сыр, который плавленый сырок такой. Вот там тоже что-то поджигаются газировки. Мне вот еще подсыпают плавленого сыра. Ой, ребята, ребята, это будет что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Все, вот он уже, по-моему, подходит к окончанию наше приготовление. Я вот, знаете, ребят, все смотрю, но неужели вот для того, чтобы вот разрешить людям обычным, там, в России или на Украине, вот заниматься таким видом бизнеса, ну неужели для этого нужно там какие-то совершенно... Что для этого нужно? Да ничего, ничего, ребят. Человек заплатил там госпошлину какую-то, там, 100 долларов в год. Да и пусть себе работает, пусть себе зарабатывают какие-то деньги, понимаешь? Все настолько вот какое-то конченное, понимаете? Ашановское. Все же вот эти вот владельцы Ашана наши, они же боятся, что деньги пройдут мимо них, понимаете? И вот сколько вот мы... Потом я пройдемся вечером, обязательно посмотрим, ребята, сколько вот таких тележек стоят в округе, да? И вот местная власть там могла бы получить порядка там 500-600 долларов в год, а то и 1000 долларов в год какого-то источника дохода, вот благодаря тому, что разрешает людям заниматься таким мелким частным предпринимателем. Люди сами решат, хорошо ли это, плохо. В общем, ладно. Давайте, ребят, идем. Смотрите, поливается самбар. Чатный. Только на чатный, ребят, это не самбар, только на чатный. Ага, вот самбар, вот самбар. Я перепутал, ребят. Вот самбар. Ага, южно-индийский. Тамиландо, 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 тамиландо. Из южной Индии, тамиландо, тамиландо. Ребята, пошлите. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. У меня просто вообще полный рот слюны. Я не могу вообще разговаривать. Потому что у меня слюна просто заполнила весь рот вообще. Ребята. Так, во-первых, как все пахнет. Давайте все это нюхать. Пахнет как чебурек. Но с какими-то вот специями и без мяса. Не могу даже как объяснить. Короче, как мамин блин. Знаете, такие мамы делают такие блины с творогом, да? Когда вот они просто поджарены со всех, со всех сторон. Вот, но вот теперь себе представьте, что в этом твороге какие-то, какая-то зелень. Вот, какая-то зелень с, наверное, дачи. Наверное, так объяснить. Не могу объяснить, как. Так. Чатни. Ребята, вы знаете, это такая прохладная штучка, сделанная из кокоса. Вот, на основе кокоса она все время подается холодная. Она моментально охлаждает рот, если вы съели что-то очень острое. Вот, кстати, эта фигня есть острая. Ёлы-палы, а я вчера ел, думаю, что ж такое все острое у меня. Так, самбар. Самбар. Значит, самбар. Такой картофельный пюрешный суп с различными перцами. Красный перец чувствуется, чувствуется черный перец и какие-то приправы. Вот. Да. Но не очень острое, кстати. Теперь вот эта красненькая штука, которая называется томато. Пахнет тут просто как аджика, обычная аджика, домашняя, которая, я так понимаю, делается не для себя, а в таких вот промышленных масштабах. Солененькая. Чувствуются томаты. Такой. 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 Ахахаха. Ахаха. 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 Острое, ребята, пипец. Ой. Реально острая штука. Боже, мне просто попался такой кусочек. Так, ну что, давайте начнем с края. Давайте, смотрите. Вон он, сыр выглядывает. И чуть-чуть запах лука и зелени. Ребята. Реально такие, очень классно поджаренные блины. Домашние. Как на сливочном масле. Чувствуется масло сливочное. Лиги. Наверное, топленое масло все-таки. У меня текут шлюни. Очень тяжело отговаривать, потому что, ребята, очень вкусно. Реально. Просто вкуснятина. Неспроста мой сыняра, в общем, ездил. Они сейчас переехали сюда, на вот это вот новое место. А раньше они до этого, это эти ребята, у них там было место возле студенческого университета. Вот. И к ним просто толпа была. Не пробиться. Ребята, очень вкусно. Теперь с этими супчиками. Для этого все удовольствие мне обойдется 80 рублей. Каждый раз, когда вот это вот я ем, я удивляюсь, ну неужели где-нибудь на Украине вообще люди наши не могут вот такой вот производить, делать, продавать и зарабатывать какую-то копейку. Это вот постоянно у меня такой вопрос. Ребята, неужели нельзя? Что может быть проще вот такой тележки? Прикатил ее, вечером поработал, днем укатил ее в гараж, утром или там вечером ночью укатил ее в гараж. Все, что к ней нужно, это просто газовый баллон, а все остальное там тесто и все эти соусы. Все это жена может спокойно вечером днем готовить, а вечером мужик приходит, там идет продавать. Очень вкусно, ребята. Ну, я хочу сказать, что вкуса сыра как такового вот не чувствуется. Мы привыкли, что у нас твердый сыр какой-то, да, у которого там гауда или французский какой-то или голландский. У них какие-то там специальные твердые сырок вкусы, вот. А этот сыр, он такой вот, больше напоминает моцареллу. Вот. И поэтому его как бы вкус придает вот эти вот самбары, соусы различные. Ой. Ой. Взял блин с творогом и макнул его в аджику. Причем с творогом не сладким, а таким вот зеленью. Лук-зелень. Обычная домашняя аджика, ребята. Ну, конечно, чуть-чуть разбодяженная на продажу, но... Свой вот такой вкус, который присущ вот индийской, южной группе. Да, какой-то вот они добавляют какую-то специю. Очень прикольную. Ребят, ну... Давайте, надо прощаться. Начну-ка я есть двумя руками. Вот. Давайте, всем пока. Доктор Перч, вот такая штука, ребята. Называется масаладоса. Сыра. Смотрите, у меня еще впереди сколько вкусных кусочков. Мням-ням-ням-ням. Все, давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok